Приветствую вас. Давайте возьмём за аксиому то, что ваша дочь вас ненавидит, действительно. Вот, возьмёмся за аксиомом и предположим, что если это действительно так, то почему так происходит? То есть, почему так происходит, что ваша дочь вас ненавидит? Из-за чего она вас ненавидит? А по какой причине она вас ненавидит? Ведь, я полагаю, что совершенно очевидно, да, что, значит, какие-то события в жизни, в вашей жизни, в жизни вас обеев к этому предшествовали. То есть, почему-то дочь видит в вас угрозу, да? Вот. Почему-то она, ну, воспринимает вас как угроза себе. Соответственно, давайте разберёмся, как так вышло, что вы для своей дочери стали угрозой. Как так получилось? И это нужно для начала устранить, потому что без этого, ну, понятно, да, в любом случае ничего не будет. То есть, без этого, понятно, да, что ничего не получится у вас. Не получится абсолютно никак нормализовать отношения с дочерью. Это первое. Второе. Вы спрашиваете, что делать? Хочется задать вам встречный вопрос. Что делать, чтобы что? Что делать, чтобы дочь предстала вас соревновать, это одно, чтобы, значит, разобраться в себе, почему вас это волнует, да, и, ну, решила дочь от вас сейчас отдалиться, вот на данный момент, да, решила она отдалиться. Ну, такое её решение. Не самое, конечно, приятное, да, не самое верное, но ничего не поделать. Так вопрос заключается в том, как вы это воспринимали или воспринимаете как? Понимаете? Какая штука? Как вы это видите сами? Вот. То есть, тут вот, надо бы определиться. Обязательно. Что это значит для вас? Как вы это восприняли, да? Ещё раз повторюсь. Вот. И, что вы чувствуете? То есть, вам, к примеру, тяжело или не очень отпускать твою дочь, насколько вас приводит, что она вас ненавидит. Вот. А почему именно о ненависти речь идёт здесь, да, а не о чём-то другом? Например, о просто, там, недоверии, недолюбливании, антипатии и так далее. Вот. То есть, вам необходимо разгрузить себя и разгрузить свою личную ответственность. Потому что сейчас, на данный момент, её у вас слишком много. То есть, у вас слишком много личной ответственности. Вот. Возможно, вы берёте на себя слишком много ответственности. Это, может быть, стало результатом. То есть, это стало причиной, простите, почему ваша дочь вас ненавидит. Вот. Но, соответственно, это же и, как бы, вредит теперь вам достаточно серьёзно. То есть, с этим тоже нужно разобраться. И после того, как будут решены ваши противоречия, я полагаю, что вы сможете сформировать для себя адекватную модель поведения. Вот. И, соответственно, партнеры уже что-то делают. Вот. То есть, нельзя подходить к вопросу, к такому серьёзному, находясь в психологическом раздрае. Как это происходит у вас сейчас. Потому что ни дочери, ни себе лучшего не сделают. Это я вам совершенно точно говорю. Вот. Спокойно. Нужно проанализировать ваши отношения. Делать выводы. Взять ответственность за свои действия. Подкорректировать их. Дочерью как-то продекларировать об изменениях. Демонстрировать ей это. И я уверен, что вы сможете наладить отношения. Конечно, конечно, может быть, не такие близкие. Как вот, ну, как это было, например. Да. Или, может быть, как вам бы хотелось. Ну, хоть как это. Опять же, важно понять, чего вы хотите для дочек. И как бы это выражать. То есть, зачастую, проблема детско-родительских отношений в том, что родители и ребёнок хотят одного и того, что они видят по-разному. И ребёнку кажется, что из-за того, что видения разные, родители хочут другого. На самом деле, это не так. Но донести это адекватно до ребёнка родиться не может. И сейчас, когда у дочери есть уже устоявшиеся чувства, да, это может быть ненависть, это может быть злость, это может быть недоверие, что угодно, но это чувства устоявшиеся. Достаточно сложно будет её в этом переубедить. На это нужно время. И лучше было бы, если бы вы, действуя определённым образом, были бы свободны, именно свободны. Чтобы у вас была свобода. Чтобы вы делали это не для неё, а для себя. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.